Благодарен я перед тобой И всевышний, значит в этом мире надо обязательно нам еще что-то сделать И сегодня мы изучаем 54-й урок 54-й урок в цикле уроков благодарности Значит урок номер 54 И сегодня очень важная тема Прямо реально сегодня такая тема глубокая, важнейшая тема Которую только можно себе представить Значит это тема упования и частное предопределение на русском Значит на иврите это переводится бетахон Это я уверен во всевышнем Это бетахон И есть такое понятие как ашгаха протит, частное предопределение То есть даже Эйнштейн верил в высший разум То есть это понятно, что когда смотришь на такую уникальную, упорядоченную вселенную На такого совершенно невероятного по сложности человека Когда видишь обезьян, которые не стали людьми Вообще живут в зоопарках, вообще людьми не становятся То понятно, что все это спроектировано То есть высший разум во вселенную В источник жизни Верят практически все Единственное, что, например, тот же Эйнштейн Он говорил, что, а я не верю в то, что ему, этому творцу мироздания Есть дело до меня То есть я не верю в мой личный контакт с ним Я верю, что он сотворил вселенную Но в мой личный контакт я не верю Теперь в греки Они говорят, да, был тот, кто сотворил мироздание Потом он в этом мироздании сотворил разных там Зевсов, Шмевсов и Кукарексов И эти вот Зевсы, Шмевсы, Кукаревсы Вот эти все идолы, силы Они имеют Нептун, там у него своя какая-то епархия Морем он под водным миром рулит, да, этот Нептун Это и дал поклонники были Они верили, что там Луна сама по себе, Солнце само по себе Но Авраам, первый еврей Авраам он был, да Он говорит, не может быть Если бы все были сами по себе То был бы хаос То есть был бы хаос А тут мы видим, что в мире нет хаоса Все очень выходит из одного источника Это понятно Но то, что все управляется одним источником Это был такой хидуш, как бы, да Это был инсайт Авраама И он говорит, мало этого Вот этот источник всего И этот хозяин всего Бог, Творец мироздания Он, ему и сделала до меня лично То есть Немрод, который его испытывал Такой был царь Он ему говорит, смотри Я поклоняюсь Богу огня Непонятно все А вот если твой Бог, он еще сильнее, чем огонь И он хозяин мироздания Он сейчас тебя спасет И бросил его в огонь И Авраам вышел из огня живой Этим он доказал себе Всему миру, Немроду Что есть такое понятие, как Частное предопределение То есть Ашгаха протит Это то, что у каждого человека Есть возможность Выйти на индивидуальный контакт с Богом Вот я прям добавлю еще раз Что не то, чтобы, что у каждого есть У каждого есть в потенциале Выход на индивидуальный контакт Но уровень индивидуального контакта с Богом Зависит от человека И вот тут он пишет Теперь мы поймем его язык Равшаламаруш Он пишет так Следует понимать, что у каждого Мера упования на Всевышнего Соответствует его вере личной В частное предопределение И укрепление веры В частное предопределение Зависит от упования на Всевышнего Ведь при уповании Частное предопределение Проявляется яснее И человек видит чудеса И тогда его упование укрепляется И так все время по кругу Понятно, да? Непонятно То есть если взять Вот так вот Ну прочитайте Непонятно Один раз Теперь давайте Значит посмотрим Что это значит Еще раз Есть две веры Первая вера Я верю, что есть Бог Творец мироздания И я верю, что он Даст Бог день Даст Бог пищу Это называется Вера И упование То есть я в принципе Глобально верю Что раз мир существует Уже там На моей памяти 50 лет Подтвержденное Там то, что уже точно есть Да там Две тысячи лет Точно есть Да уже Две тысячи лет назад Был разрушен второй храм Мы сейчас живем Две тысячи двадцать третий год От Рождества Да считают Но значит Он родился За семьдесят лет До разрушения храма То есть Понятно Было уже Письма были Бумаги были Все Идебит был Был То есть примерно Ну там Пять-шесть тысяч лет Точно есть Подтвержденные Подтвержденные Какие-то Информации Что мир существует Значит Раз он существует От Авраама Например До сегодня Прошло Четыре тысячи лет Четыре тысячи лет Если каждый Рожал ребенка В среднем В двадцать пять лет То За тысячу лет Это было Сорок человек То есть Двадцать пять лет Родил ребенка Тот в двадцать пять лет Родил То есть Сорок человек Влазит тысячу лет Значит От Авраама До сегодня До меня Например Или до каждого Кто здесь сидит От Авраама до сегодня прошло 4 тысячи умножить на 40, 160 человек, один за другим. Представьте, стоит над вами ваш папа, над папой ваш дедушка, над дедушкой его папа, над его папой его папа и так далее. Вот над вами стоит пирамидка такая, или лучше, вы стоите сверху на пирамиде и 160 человек, из которых каждый доживал минимум до 25 лет, чтобы сделать ребенка. Но у вас же не одна эта веточка, то есть есть такая ветка над папой, над мамой, над ее папой, над ее мамой, над ее папой, над ее мамой. То есть над вами или под вами целое огромное-огромное количество людей, которые выживали. Что мы отсюда видим? Что мы можем уповать на Всевышнего, что все будет хорошо. То есть он доказал, доказал уже свою доброту, доказал. Правильно? Правильно. Теперь, ну вот вопрос остается, а что со мной? Лично со мной. Мне надо сегодня конкретно, там, я не знаю, заплатить за квартиру. Мне надо сегодня конкретно найти работу. Мне надо сегодня конкретно, там, я не знаю, сдать анализы или выздороветь. Это называется частное проведение. Будет ли Бог конкретно мне лично помогать, это называется частное проведение. Вот что здесь он говорит, Раф Шаламаруш, как оно работает. Он говорит, смотри, значит, если тебе рассказывают про пейзаж, да, тебе говорят, слушай, вот тут вот такой холм красивый, на холме дерево красивое, а за деревом второй холм, а за холмом третий холм, и там вдалеке на горизонте видны такие вот холмы-холмы, и очень все красивое. Что ты видишь? Он говорит, ничего ты не видишь, ты слышишь. Ты слышишь информацию, которая лично для тебя, она, что она для тебя значит? Что кто-то тебе рассказывает, что где-то есть красивые холмы. Ты эти холмы не видишь, у тебя картинки нет. Теперь, но если ты сам лично залезешь на крышу дома, или на балкон выйдешь того человека, кто рассказывал, и ты одним взглядом за секунду оттянешь весь этот пейзаж, да, ты увидишь эти холмы, холмы за ними, холмы за ними, еще холмы, то у тебя сразу же эта вся картинка моментально, одномоментно отпечатается в твоем восприятии. То есть твой глаз, который это увидит, он эту картинку, он ее сразу, Леклот есть такой, да, он ее как бы запишет, воспримет. То есть, представляете, глаз, вот глаз, там хрусталик, и вот эта вот картинка, она в виде светового сигнала зайдет в глаз, да, все эти холмы огромные, там, видимость 50 километров, ясная погода, и ты это все увидишь вот так вот, и оно тебе зайдет, этот световой сигнал в глаза, в хрусталике, и он отпечатается в нерве, глазном нерве, и по глазному нерву уже в виде не картинки, внутри картинок нет, внутри идет электрохимический импульс, он побежит по нейронам, по нейронам он побежит внутри, этот электрохимический импульс, и у тебя что-то там внутри отпечатается. Он говорит, смотри, это когда ты видишь глазами, этот процесс понятен. Одно дело тебе рассказали, другое дело ты увидел, и когда ты увидел, оно отпечаталось у тебя в нейронах. Теперь, но духовными глазами то же самое происходит. У человека есть глаза души, и когда он духовными глазами всматривается во Всевышнего и ожидает от него спасения, то дары Творца приобретают пространственные и временные границы. Они становятся определенными и ясными, и тогда человек получает эти дары в явном и упорядоченном виде. То есть, когда ты посредством такого вглядывания, когда человек поднимает взор к Всевышнему с полным упованием на него, создается пространственная и временная граница даров, изливаемых Всевышним на этого человека, в точности, в то время и в том месте, где это нужно. Об этом говорит стихо Псалма из Таирим, «Глаза всех ждут тебя, и ты даешь им пищу, их баито, в срок». Каждому в его срок. То есть, глаза всматриваются в тебя, и ты им даешь пищу в срок. Путеха, Теадеха, Вебазбе, Холька, Рацион, это тоже там есть же отрывок. То есть, человеку дает Всевышний в тот миг, когда ему нужно то, что ему нужно, и глаза тех, кто в него всматривается, он им дает в срок. Теперь, значит, дальше он объясняет вот такую вещь интересную. Благодаря этому пристальному взгляду дары обретают границы в пространстве и времени, и не сходят, как должно быть. Поэтому, если у человека есть вера и упование, которые означают вглядывание, он получает заработок и прочие дары Всевышнего всегда вовремя, не секундной раньше и не секундной позже. Теперь, дальше он предупреждает, что когда человек только встает на путь служения Всевышнему, он получает свет не в должной мере и не в должный срок, поскольку у него еще нет сосудов, чтобы вместить этот свет. Отсюда и проистекают все безумства и депрессии, и расстройства, которые бывают у людей, начинающих приближение к Всевышнему. Сильное упование создает сосуд для даров Всевышнего. Так. И теперь он в конце заключает. Если у человека возникают материальные трудности, значит, его сосуд разбит, треснул или же закрыт. А может быть, слишком мал. То есть, как это работает? Давайте еще раз разберемся. Вот Браха Адина Шимонова. Шалом пишет. Вот почему я именно сейчас посмотрел на Браху Амину Шимонову? Да, есть же много комментариев, я вообще их не читаю, а тут я вдруг бах, посмотрел. Не знаю. Не знаю. Теперь человек, он из огромного, вот представьте, вокруг есть миллиарды бит информации. То есть, только вот вам достаточно сейчас смахнуть вот так пальцем экран, и появится какое-то другое видео, какая-то другая картинка, другая это. Вы можете вообще не на экран смотреть, а посмотреть вокруг себя. Вы можете внимание направить на свое тело, и подумать о том, что с рубашкой, что с пальцами, что с ногтями, что с Израилем, что с Гондурасом. Что-то Гондурас меня беспокоит, да. А ты его не чеши, чтобы он не беспокоил Гондурас. Получается, что у человека огромный выбор, на что обратить внимание. Вот этот свой луч внимания. Теперь, если человек начинает вглядываться и понимает, что за каждым событием, за каждым вообще предметом, за каждым, что он получает, стоит Всевышний. Да, есть такая книга «Маска Вселенной». Что Всевышний в этом мире, в Олами, в этом мире, он спрятан, но он за всем находится. И вот человек начинает вглядываться, да. Каждое событие – это знак. Каждый человек – это ангел переодетый. Каждое слово – это какой-то знак. То он в этот момент, он реально может подключиться к Всевышнему. Но что? Представьте ситуацию. Вы приходите на какой-то, там, не знаю, концерт. И вы на этом концерте заходите в пульт управления всеми звуками, светами. Вот этими всеми. Огромный концерт, такое представление. Там прожектора, звук, свет, все. И вы заходите в этот пульт. И вы такие, вау, типа, вот этот пульт, вот кнопочки, вот какие-то, какие-то там переключатели. И вы начинаете на эти переключатели нажимать. А вы не знаете, как оно работает. Понятное дело, что можно весь концерт сорвать, и вообще, ну, то есть, вызовут охрану, и все, в хорошем не закончится. То же самое. Человек начинается все с того, что он верит во Всевышний. Он говорит, я верю, что есть Бог, Он мне все дает. Я прожил уже столько лет. Из них я проспал третью часть жизни. Вообще себя не контролировал, но каждый раз просыпался. Всю жизнь я волновался. Но, слава Богу, все хорошо. И все, я в Бога верю и уповаю на Него. Все, это у меня как бы первый этап. То есть, Бог мной занимается, я могу Ему довериться. Фух. Все, так что, не я должен контролировать свою жизнь? Нет. А кто? Бог. А ты? А я только себя. Только свои поступки. Ну, классно вообще, отлично. А результаты? Все от Бога. А Бог какой? Добрый, я Ему верю, всегда меня кормил, все будет хорошо. Все. У человека уже гора с плеч упала. Теперь он говорит, а как конкретно Бог управляет? И он начинает вглядываться. Вот это называется Ашгаха-протит. И тут, если он в этот момент продолжает действовать на автомате неправильно, а что такое на автомате неправильно? Во-первых, он может все время говорить плохие вещи, злоязычие. Он в этот момент, он вау, Бог везде, Бог говорит, Бог все, чтобы я вообще, чтобы я там, чтобы меня разорвало на месте. Что ж ты делаешь-то? Ты только что как бы соединился со Всевышним, включился, и тут ты говоришь какую-то вещь плохую на себя. Дальше, на другого. Вот, вот всем надо за такое руки-ноги отрезать, отрубать. Ты же только что понял, что твои уста не связаны со Всевышним. А ты на автомате продолжаешь говорить какие-то плохие вещи на себя, на других. Судить других плохо, судить себя плохо, предполагать плохие вещи. Это только одна из опасностей, которая подстерегает человека, который с одной стороны, он пристально начинает вглядываться во Всевышнего, и он через это с ним соединяется. Это только одна опасность, которая есть. Что ты соединившись со Всевышним, в этот момент ты сам себе начинаешь копать что-то плохое. Второе, вторая опасность. Значит, вот, допустим, человек еврей. Я говорю сейчас про евреев. Евреи являются обязанными соблюдать заповеди. То есть, есть обязанность. Это как Авраам, он так близко приблизился к Богу, что каждое его слово, оно распространялось на всех его потомков. То есть, он, значит, сказал, например, какую-то вещь. Его бак все потомки на 400 лет рабы в Египте. Он сказал какую-то вещь. И так далее. То есть, он был как бы корень, который создавал своими словами все следующие последствия. Он, Ицхак, потом Яков. Они были настолько близки ко Всевышнему, что они просто как бы соединились со Всевышним. Теперь, значит, поэтому так получилось, что если кто-то родился от мамы еврейки, или от бабушки еврейки по маме, или от бабушки, 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 бабушки по маме, все по маме смотрим, то у него есть обязанность соблюдать заповеди. То есть, он должен, он по рождению, он должен соблюдать заповеди. И у него есть как бы, да, Бог сказал, что вот народ Израиля, это народ Израиля, он сказал, значит, царство священников и народ святой. Все. Святой это выделенный. Ты должен тогда, значит, у тебя нет выбора, обрезаться или не обрезаться. Если ты мужчина, у тебя мама еврейка, все, пока ты не обрежешься, проблемы, проблемы гарантированы. Как проблемы гарантированы? Почему проблемы гарантированы? Что я плохого сделал? Проблемы гарантированы. Если ты не выполняешь свой долг, проблемы гарантированы. Теперь смотрите, что получается, какая парадоксальная вещь. Человек, он обращается ко Всевышнему. Он начинает вглядываться, он начинает верить, он начинает видеть Всевышнего проявления в каждом слове, в каждом жесте, в каждом поступке. И у него начинаются неприятности. Вот такой, почему? Почему неприятности? Наоборот, должно быть хорошо. Вот рядом со мной стоит такой, же, он так же верит, так же вглядывается, ему во всем прет. А я так же верю, так же вглядываюсь, а мне не прет. Вот эти две главных проблемы. Первая проблема, от чего зависит, прет не прет, это от способа твоего мышления, от твоих слов. Вторая проблема, это степень твоей обязанности перед Всевышним. Потому что, если у тебя много обязанностей, а ты их не выполняешь, то, понятное дело, Всевышний будет тебе напоминать, ты уже вышел, значит, пришел, ты военно обязанный, ты пришел на службу, на тебя прожектор, ты говоришь, я знаю, что я военно обязанный, знаю, что есть Бог. Все, проблемы начинаются, если ты не выполняешь. Вторая причина, ты даже начинаешь, стараешься выполнять, но ты думаешь плохо, ты негативный, ты сам себе создаешь негатив в жизни. Вот две проблемы, которые могут подстерегать, это в конце он это сказал. Но давайте перейдем к хорошему. А что он вначале сказал? Вначале он сказал, что каждый определяет меру своей близости ко Всевышнему сам. Это я чуть-чуть увлекся на ложки дегтя. У нас есть еще бочка меда, которую мы узнали. Бочка меда, она такая, что если ты веришь во Всевышнего, если ты видишь Всевышнего в деталях своей жизни, то Всевышний, он тебе открывается и будет все хорошо. Это бочка меда. Бывает ложка дегтя, если ты сам будешь говорить лошоно-разлое язычие, если ты сам не выполняешь своих обязанностей, о которых узнаешь, то тогда Всевышний как-то будет с каждым разговаривать. Только Всевышний знает, как будет разговаривать. Я верю, что все равно будет у всех все хорошо, потому что мера добра намного выше, чем мера суда. Поэтому Всевышний добрый больше, чем какой-то мера суда. Даже если ты должен, Всевышний будет ждать. Главное, знаете что, это мы в Шмае Стрейле говорим. Там же как говорится, если ты будешь соблюдать заповеди Всевышнего в плюс, делать позитивные вещи, то дам дожди земле в срок, от начала до конца зимы, то есть будет все хорошо. Если будешь соблюдать, то Всевышний сразу за каждое доброе дело он тебе дает с Тарицей. Теперь, если не будешь соблюдать, написано да, и будешь служить другим богам, тогда будут неприятности. То есть Всевышний сказал, ладно, если ты не будешь соблюдать, я тоже прощу. Знаете, ну, ну, хорошо. Это как, знаете, как отец, у него есть сын. И сын, например, один сын, все, папа, я тебя люблю, я тебя уважаю, я все, что ты скажешь, делаю. Папа, естественно, ему все, все же нужно дает. Второй у него есть сын, он говорит, папа, оставь меня, у меня переходный возраст, я хочу, я буду сидеть в комнате, смотреть фильмы, и все. Папа говорит, ладно, хорошо, сиди. Я, мне тебя жалко, конечно, лучше бы ты тренировался, лучше бы ты учился, лучше бы ты делал все, как я тебе говорю, и получал от этого призы. Но если ты хочешь сидеть в комнате, смотреть фильмы, сиди, ладно. Это случай, когда не слушается папу. Но если он выходит потом из комнаты и говорит, знаешь, что папа, я решил, что теперь ты мне не папа, я теперь иду, значит, вот в соседнем подъезде живет там лидер секты этих сатанистов, вот теперь он мой папа. Папа тогда говорит, слушай, ну, пока ты сидел в комнате, я не обращал внимания, но если ты уходишь, еще идешь к лидеру секты сатанистов, тогда, значит, и тогда папа может ему уже сделать проблемы. Также Всевышний. Если ты не выполняешь свой долг перед Всевышним, но знаешь, что есть Всевышний, и ты говоришь, ну, я пока занят, я пока вот мне надо покушать, попить там, фильм досмотреть, все такое, я занят. Я знаю, что ты хозяин, я знаю, что ты добрый, ты хороший, но у меня другие сейчас дела, я сейчас буду комедий-клаб смотреть. Папа скажет, смотри, ладно, сынок, наслаждайся. Но если ты скажешь, нет, тебя нет вообще, вообще Бога нет, есть там, то это уже проблема начинается. Понятно, да? Поэтому, поэтому, значит, все. Переходим, давайте подведем итог. Полагаться на Всевышнего и видеть Всевышнего в деталях, это две разные вещи, но которые очень сильно связаны. Это я подвожу итог. Теперь, чем больше ты вглядываешься, видишь Всевышнего в деталях, тем больше у тебя увеличивается твое упование на Всевышнего. Чем ты больше уповаешь на Всевышнего, тем больше ты видишь его в деталях, как он отзывается на твои личные какие-то просьбы, как он прям с тобой разговаривает. Я вчера получил прекрасное письмо от одного из слушателей наших уроков. И в этом письме было, что да, я начал слушать уроки Торы, начал отделять десятину, начал больше зарабатывать. У меня жизнь в сфере бизнеса, в сфере всего наладилась. И у меня была еще жизненная ситуация, что у меня был кот, мне было его очень жалко. Я могу сказать, что Тор воспринимают только добрые люди. И он говорит, я пожалел этого кота. И кот долго болел, и я этого кота лечил, и он болел, а я его лечил очень долго. И потом, в какой-то момент я очень волновался, у него были очень плохие анализы, но я из уроков благодарности начал благодарить Всевышнего и за кота, и за его болезнь, и за все. То есть говорит, ну значит так. И он сдает этот кот анализы, и у него прекрасный анализ, этих все эти годы не было. И кот начал выздоравливать. Даже кот начал выздоравливать, это личное, индивидуальное проведение. Это такая связь со Всевышним, и на таком хорошем, добром уровне, что даже вот, когда ты видишь в выздоровлении кота любовь Всевышнего к тебе, то понятно, что эта любовь, она покроет все остальные сферы твоей жизни тоже. Дай Бог здоровья и коту, и всем, кто нуждается в здоровье, и те, кто любят Всевышнего, чтобы Всевышний вам показывал свою любовь через вот такие вот позитивные, яркие, приятные вещи. И сегодня у нас 54-й урок, вот чуть осталось две минуты у нас. Значит, разбирается здесь тема такая, вот очень интересная тема. Когда два человека, значит, получили пользу друг от друга. В жизни часто бывает такая ситуация, живет муж с женой, родители с детьми, люди на работе, начальники или сотрудники, или начальники, подчиненные и так далее, то есть, и они получают пользу друг от друга, мы все получаем пользу друг от друга. Теперь, если оба благодарные, понятно, оба благодарные, один другому говорит, ты знаешь, я так тебе благодарен, второй говорит, ты не понимаешь, я тебе еще больше благодарен, тот говорит, «Да нет, спасибо тебе за благодарность, конечно, мне очень приятно, что ты меня благодаришь, но я тебе благодарен просто невероятно, мне так приятно то, что ты для меня делаешь, еще благодаришь». А тот говорит «Слушай, ну мне тебя легко благодарить, потому что ты такой…» Это два благодарных, это идеальный вариант, когда люди так взаимодействуют, все. Теперь два неблагодарных. Один другому говорит «Да ты мне должен». Второй говорит «Нет, ты не понимаешь, это ты мне должен». Это «Я тебе что-то должен, я тебе вообще ничего не должен». Тот говорит «Послушай, ты мне должен как минимум спасибо сказать». Я тебе спасибо еще должен сказать. Я тебе столько сделал, ты мне ни разу спасибо не сказал, а ты с меня спасибо спрашиваешь. Тот говорит «Послушай, ты вообще что мне сделал? Ты мне вообще ничего не сделал». Это два неблагодарных. Тут тоже понятно, они долго не продержатся, они дальше начнут или разойдутся, или друг друга начнут. Но его спрашивают, он говорит «А если пришли ко мне два человека? Один говорит, смотри, я для него столько делаю, и он для меня много делает, и я ему благодарный. А он мне не благодарный. То есть я-то, я его благодарю. Да, он для меня много сделал. Но я же для него тоже много сделал. Я его благодарю, а он меня нет. Так что мне дальше делать? Один благодарный, второй неблагодарный. Он говорит, эта ситуация посложнее. И в этой ситуации Находится большинство людей И какой у тебя выбор У тебя выбор или стать таким же неблагодарным Как он И сказать ладно я тебя тоже не буду благодарить Ты меня не благодаришь Я не буду для тебя ни делать Ни благодарить тебя И тогда оба становятся какими неблагодарными Второй вариант Это остаться благодарным Даже если второй неблагодарный Он говорит Но этот вариант очень сложный Почему он очень сложный? Потому что человек так устроен, что ему тогда обидно, он себя чувствует каким-то лузером, он себя чувствует каким-то, ну, что он делает, использованным, да, то есть он делает и благодарит, а второй не благодарит, а второй не благодарит. Это неприятная ситуация. Он дает два совета, один совет он дает, значит, он дает совет продолжать благодарить, да, продолжать быть благодарным. Почему он это объясняет? Он объясняет так, смотри, говорит, благодарность, она прежде всего, она меняет твой внутренний мир, твой внутренний мир. Потому что, когда ты чувствуешь себя благодарным, и ты благодаришь, тебе хорошо. Теперь, и ты можешь даже благодарить, вот тут я добавляю, он этого не писал, но я вам дам свой лайфхак. Когда тебя не благодарят, а ты в этот момент благодаришь, и ты чувствуешь себя благодарным, то как же это сделать? Есть такая, в Пертьеводе есть такая фраза, что тот, кто, значит, тот, кто сжаливается над обездоленным, тот, кто дает кому-то, ну, помогает кому-то, сжаливается над обездоленным, то он как будто бы дает взаймы Богу. То есть, Бог становится, то есть, как бы ему оплатит тогда не тот ему обездоленный, что он ему оплатит. Он ему не оплатит, ему Бог оплатит. То есть, все то добро, которое ты делаешь, и оно не оплачивается теми людьми, от которых ты ждешь, благодарности и так далее, то ты как будто бы этот депозит кладешь на небо к Богу, и Бог становится, он тебе оплатит за это добро. Получается, что ты делаешь добро, тебя не благодарят, ты не становишься таким же неблагодарным, как он, ты его все равно благодаришь. И ты благодаришь Всевышнего, что он дал тебе возможность сделать добро неблагодарному, который, и теперь это добро тебе остается депозит на небе, который тебя спасет в какой-то ситуации. Это мой лайфхак. Так, теперь он приводит здесь историю. Было два человека, которые были в конфликте, и они были в конфликте, и один пришел к нему советоваться, и он ему говорит, смотри, вы в конфликте, все, но я тебе что советую, ты возьми, пойди к нему, и скажи, что я тебе благодарен за все хорошее, что ты мне делал, я тебе благодарен. И все, вот просто скажи ему вот это. И все. Тот говорит, нет, как так, как я к нему пойду, тот говорит, смотри, что ты проигрываешь, ты сейчас все равно с ним в конфликте. И этот конфликт, вы уже перестали общаться, там все, то есть это, ну ты в конфликте, ты не, если ты его поблагодаришь, и это ничего не изменит в лучшую сторону, ты останешься там же, где ты был. Но если ты его поблагодаришь, я тебе говорю, по моей теории, то ситуация изменится в лучшую сторону. И этот человек пошел к тому, и говорит, ты знаешь, я хочу тебе только сказать, что за все то хорошее, что ты мне делал, я тебе очень-очень сильно благодарен. На что второй неожиданно, неожиданно ему сказал, ты знаешь, я тебе тоже очень благодарен за все то хорошее, что ты делал для меня. И они в этот раз разошлись, просто поблагодарили друг друга. Но потом тот, которого, не тот, кто был инициатор благодарности, а второй, он вернулся к этому и говорит, извини меня за мое неадекватное поведение, за то, что я там, и в общем он извинился, и они вообще помирились. Эта ситуация очень часто бывает в семейных конфликтах, да, то есть каждый в конфликт-конфликт. Попробуйте начать не конфликт, и просто не начать, а просто конкретно подумать, за что вы благодарны друг другу, за что, и просто выразить второй стороне свою благодарность. Ты знаешь, я тебе благодарен за то, за то, за то, за то, за то, очень у меня к тебе большая благодарность. И остановиться на этом. Письмо можно написать и так далее. И посмотрите на результат. Интересно, что будет по этой теории. Он говорит, что это такой поступок, он кардинально меняет ситуацию. Все, дорогие друзья, удачи всем и успехов. Спасибо вам огромное, что приходите на уроки. Спасибо, что делитесь ими. Спасибо, что поддерживаете ВАИКРУ. Спасибо, что участвуете в марафоне «10 шагов к счастью». Лайкайте все посты, пишите все комментарии. Там важно, очень важно, чтобы много людей участвовали в этом марафоне. Сегодня будут уроки про второй шаг, называется «Обучение». Насколько обучение – это обязательная вещь для счастья. Так что всех вас приглашаю ко мне в Инстаграм и проходить этот марафон. И ждем вашей... Да, ничего мы от вас не ждем. Благодарим вас за то, что вы есть, за то, что ходите на уроки. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за вашу помощь. И спасибо Всевышнему, что дает нам возможность помогать. Что ВАИКРА, вот мы делаем сейчас много новых проектов. Спасибо Всевышнему, что дает нам возможность помогать. Все, всем удачи и успехов. До завтра. Ой, на правду. ВАИКРА 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 Продолжение следует...